Лес говорит с нами на своем языке. Вопрос в том, можем ли мы слышать и понимать его послания. Наши предки в этом преуспевали. Они тонко и глубоко чувствовали природу. Их наблюдательность показала им закономерность. Хвойный лес реагирует на погоду. Ветви хвойных деревьев опускаются перед дождем или снегом и поднимаются перед ясной погодой. А из веток сухой елки можно сделать примитивный лесной барометр, который будет удивлять своей работоспособностью и точностью показаний. Ветки еле реагируют на колебания погоды наиболее остро. Пихта и сосна работают чуть менее скромно. Идеальный выбор сухая и длинная по возможности прямая еловая ветвь. Чем она длиннее, тем лучше будет работать будущий барометр. Из одной сухой елки можно сделать несколько работающих приборов. Наиболее подходящие ветви находятся в средней и верхней части дерева. Слегка загнутой вверх ветви то, что нужно. Убираем лишнее. В итоге должен остаться ствол с одной веткой. Ствол и ветку нужно очистить от коры. Ствол мы обычно остругиваем ножом. Кора убирается вся. Саму ветку очищаем от коры не спеша. Иногда это проще сделать руками, а иногда с подручнее ножом. Тут все зависит от степени ее влажности. Торопиться здесь не стоит. Особенно в районе верхушки ветви. Одно неправильное движение и часть барометра будет сломана. Возникает вопрос, а зачем вообще очищать ветку от коры? Ответ простой. Кора плотно огибает древесину и не дает ей в полной мере совершать колебания. Иными словами, барометр работает и с корой. Но без нее голая ветвь работает наиболее чутко и более наглядно реагирует на погодные изменения. Такой примитивный барометр работает на балконе, на даче и у охотничьей избы. В лесу мы обычно размещаем в районе двух стоящих рядом деревьев. На одно дерево мы крепим его, на другом размещаем погодную шкалу. Примитивную методику подвеса мы показывали ранее. Достаточно одного простого узла пехтовой ветки и можно делать что угодно. Крепкую и надежную вешалку для снаряжения, например. Этой чуть меньше двух лет. Она крепкая и по сей день. Делается все просто. Срезаем свежую пехтовую ветвь. Очищаем ее. И хорошенько проминаем. Зимой ее можно нагреть на костре и потом промять. Иначе можно сломать замерзшую древесину. Заматываем на один простой узел. Затягиваем не до конца. Оставляем место для прибора. Вставляем. И утягиваем. Барометр установлен. Теперь необходимо разобраться с погодной шкалой. И тут все ограничивается только фантазией барометра-изготовителя. Однако и тут есть несколько важных нюансов. Тихое утро на реке. Наш лагерь проснулся затемно. Все разбрелись по делам. Кто ушел на рыбалку, кто пошел бродить по лесу с ружьем. Скоро все вновь соберутся здесь, чтобы второй раз выпить утренний кофе и обменяться новостями. Эта традиция нерушима. Ранним утром в сумерках барометр честно показывал тучи с небольшим дождем. Спустя три часа ситуация к нашей радости начала меняться. Стрелка поползла вверх. А это значит, дождь прекратится. Так и случилось. Вторая кружка кофе была выпита немного туманным, но все же ясным утром. Погодная шкала нарисована карандашом на внутренней части коры пихты. Верхняя часть в 2-3 мм аккуратно снята ножом. Дерево от таких манипуляций с корой абсолютно не страдает. Карандаш всегда болтается в скрутке с инструментом. Такой интервал расположения значков погоды выбран исходя из опытов и практики. Макушка барометра имеет гораздо больше хода, чем его середина. Поэтому для середины мы делаем ход в 10-12 см, используя ветви около 50 см в длину. Расположить барометр можно на любом дереве. Даже на сосне с ее толстой чешуйчатой корой. Готовим ровную поверхность под будущую шкалу погоды. Барометр следует располагать в тени, без прямого воздействия солнечных лучей. Северная сторона расположения предпочтительна. Солнце не будет пересушивать древесину и ветка будет естественным образом реагировать на изменения погоды. Карандаш практически не оставляет следов на сосновой коре. Поэтому здесь можно использовать естественный материал. Тучи без дождя мы обозначили нарезанными круглыми частями ветки пехты. Под солнечную погоду делаем круглый паз, куда будем вставлять солнце. Само солнце, конечно, вырезаем из березовой коры. В работе с корой следует опасаться рыжего зверя, который так и норовит разобраться с этим неведомым куском непонятной материи. Чтобы силуэт солнца хорошо держался, его обратную сторону можно смазать еловой смолой. Получится очень крепкое соединение. В итоге мы имеем отличную погодную шкалу из естественных материалов. Всего две метки уже достаточно для того, чтобы составлять свои прогнозы погоды и определять текущие метеоусловия. Самый точный метод установки барометра следующий. Его нужно установить и не делать в течение первых двух-трех дней погодной шкалы, а делать предварительные отметки о работе барометра. Позже, когда интервалы движения ветки станут понятны, можно наносить шкалу. Мы получим наиболее точный вариант барометра. Так было сделано, например, мною на своем балконе. Каждый день он радует точными показаниями. Для леса сгодится и такой вариант. В лагере на реке начинает накрапывать дождь. Немного холодает, но у костра эти изменения не ощущаются. Повар первый замечает дождь. Капли с неба словно стреляют в раскаленное масло на сковороде. По-настоящему завораживающее зрелище. Но процесс уже начался, и пути назад уже нет. В такие моменты дожди и снегопады, и бураны отходят на второй план. Лесную ароматную магию никто не может победить. Взгляд сфокусирован на одном. Мысли четкие и однозначные. Ворчащая сковорода – залог тепла в любую погоду. Большая добрая котлета, мягкая теплая булочка, сыр и лук – прекрасный способ не заметить дождь. Снаряжение Зима близко, и вопрос теплых спальников встает особенно остро. Уже давно во многих позициях снаряжения мы отдаем предпочтение компании Trim – торговой марке из Чехии. Базовый принцип ее работы – выпуск исключительно качественного снаряжения по максимально доступной цене. Ее продукция широко известна по всей Европе. Trim снабжает своим снаряжением чешскую армию и полицию. Фонарик Market имеет в своем распоряжении почти полную линейку продукции марки Trim. Наши спальники на этот сезон мы приобрели у фонарика. Мой спальник Arctis для зимнего кемпинга и высокогорных походов. Плотный, комфортный и крайне теплый. Для суровой уральской зимы – самое то. Спальник Дениса – диван. Зимний спальник для сверхкомфортного сна. Его ширина аж 110 см. Абсолютная свобода движения во время сна. Мягкий, большой и теплый. Спальник Толи – Беланс. Трехсезонный спальник, хотя может использоваться и зимой. Классическая форма, вес – полтора килограмма, прочность и особый наполнитель. Термолайт Куалу позволяет не замерзнуть и при минус 20. Спальники, созданные для лесных. Все ссылки в описании. Эти спальники прошли северное путешествие, фильм о котором готовит Денис. Уже скоро он появится здесь, на нашем канале. В лесу легкий дождь почти не ощущается. Барометр скрыт под раскидистыми ветвями пихты. Но погоду всегда определяет и предсказывает верно. Этот работает исключительно. Его ветвь двигается строго вверх и вниз, без боковых отклонений. Такая простая вещь до сих пор удивляет своими способностями. Закреплен он здесь, как обычно, на несколько простых узлов пихтовых веток. Использовать еловый барометр особенно полезно ночью или в туман. Он обязательно даст понять, какой будет погода и к чему нужно готовиться. Интересно, знают ли наши синоптики о таком простом, но точном приборе? Если периодически наблюдать за барометром и делать дополнительные отметки о погоде, ветре, тучах, можно научиться читать малейшие изменения в погоде и делать абсолютно правильные прогнозы. Эта технология проверена нами, лесными. Как бы не менялась погода, нам нужно лишь верить в себя и удача будет нам верным спутником. Ну а с вами были мы, лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok